Новости экономики продолжает эфир телеканала Кубань24. Это Деловые факты. В студии Кристина Пьеных. Здравствуйте. Эксперты объяснили, почему ослабление рубля не приведет к рискому росту цен. Их вполне реально удержать. Цель по инфляции в 4% остается достижимой. Сейчас в годовом выражении она составляет всего 2,5% разогнаться и также мешает курс на импортозамещение. Тем не менее, в некоторых отраслях все-таки неизбежен более высокий рост. В первую очередь это касается ввозимой за рубежа плодово-овощной продукции и стоимости международных авиаперевозок. Ранее в макропрогнозе университета имени Плеханова заявляли, что летом в стране инфляция упадет до рекордного показателя в 1%. Из-за ослабления рубля эксперты предрекают рост цен на лекарства. Девальвация может ударить по социально незащищенным слоям населения. Рынок во многом зависит от импорта, но пока действуют цены старых поставок. Лекарства – социально значимый продукт. От них сильно зависят незащищенные слои населения – пенсионеры. Ослабление рубля для них очень плохая новость. Рост цен на лекарства произойдет не сразу и займет пару месяцев, когда начнутся новые поставки. Если лекарства отечественные, новых производств используется импорт, то подорожание будет более длительным. Все зависит от конкретной производственной цепочки. Единственно верный способ застраховаться от девальвации – полный производственный цикл внутри страны. Так было в СССР. Но многочисленные мнения по поводу роста цен на лекарства опровергает вице-премьер Ольга Голодец. Правительство сделает все возможное, чтобы не допустить этого. Самую большую проблему России назвал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это бедность. Об этом он сказал, выступая с отчетом в Госдуме. При этом отмечается, сделаны серьезные шаги, чтобы ситуация в стране улучшилась. Минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Соответствующий указ подписал президент в марте. Сокращена разница между зарплатами в различных регионах. Это должно позитивно отразиться на спросе. На ремонт противопаводковой системы на Кубани выделят почти 620 миллионов рублей. Управление мелиорацией земель и сельскохозяйственного водоснабжения ищет подрядчика для строительства и ремонта плотин и дамб на руслах рек Кубани и протоки. Средства должны поступить из федерального бюджета. Работа будет вестись на 25 участках. Планируется построить обходные дамбы, реконструировать уже существующие, провести укрепление береговых линий. Противопаводковую систему в регионе построили еще в середине прошлого века. Кредитование весенних полевых работ в регионе выросло почти на 20%. Вход компании обсудили на пленарном совещании в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Севьеровых идет оптимальными темпами. Уже обработано около 200 тысяч гектаров. Аграриям помогают меры господдержки. Есть возможность взять доступные заемные средства. Уже выдано суд более чем на 4,5 миллиарда рублей. В прошлом году показатель составлял около 4 миллиардов. В Сочи проходит инфотор. Это деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с потребителями. В их число входят торговые компании санаторно-курортного комплекса общепиты. С помощью таких событий на рынке продвигают местные продукты и бренды. Заключается множество соглашений на поставки. Ранее подобные инфоторы уже состоялись в Ейске, Анапе и Геленджике. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Ол-инклюзив по-кубански. В регионе выросло число средств размещения работающих по системе «Все включено». Теперь их около 30. Они находятся в Сочи, Геленджике и Анапе. В Министерстве курортов туризма и Олимпийского наследия края сообщили, что цена такого отдыха от 15,5 тысяч рублей на двоих на 7 ночей. Добавлю, в перечень отелей, работающих в формате Ол-инклюзив, вошли отели как премиум, так и эконом-класса. В завершении выпуска курс валют на 13 апреля Центрального банка России «Американец» и «Европеец» впервые за неделю в минусе. Доллар остановился на отметке 62,07, евро 76,76. Это были «Деловые факты». Оставайтесь на телеканале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова